Мы опять возвращаемся к генетике и пытаемся понять на основании анализа распределения игр к хромосомам, про то, как на самом деле происходила история на просторах Евразии. Что это такое, какой народ кого завоевывал, какой народ кого не завоевывал, какое происходило из его действия различных племен. То есть, чрезвычайно интересной деятельностью вот такой занимаемся. Может ли нам генетика в этом помочь? Ну, в известном смысле помочь может. Хотя, казалось бы, очень сложно понять, кто кого в какой очередности. Да? И трудно понять, кто кого в какой очередности. Кто кого в какой очередности. Ну, это я предполагаю, значит, по-прежнему подход будет следующий, что если существует два народа, один из них имеет однороден по какой-нибудь гаплогруппе, а второй народ по этой гаплогруппе неоднороден, и в его составе находится гаплогруппа соседнего с ним народа. Только говорить о первом, который однороден, можно говорить только о народе завоевателей, о том, как народе, претерпевшие от этого завоевателя какую-то генетическую передачу материала, который происходит при обычных завоеваниях. То есть это вот так. Мы по-прежнему цари на территории Евразии, где у нас основными группами являются. русская, Р1А, Р1А1, западноевропейская, Р1Б, Р1Б1, скандинаво-хорватская или скандинаво-балканская, как я называю, Ай, и кроме того финно-угорские Н, Н1А, Н1Б, Н1С. Вот так у нас это наши главные герои, какие существуют. Я повторяю, что у нас, то есть у русских, чрезвычайно высоко, подходя вообще от 50% содержание вот этой прорусской и славянской гаплогруппы Талиги С. Ой, почему? Р1А, Р1А1 у нас. И, кроме того, у нас в финно-угорской Н1С тоже велико состояние ее материал. Значит, нас сегодня будет интересовать, существовало ли татаро-монгольское нашествие на Русь. Мы знаем, что сейчас принято считать, что никакого татаро-монгольского нашествия на Русь не существовало, не было никогда. Притом, есть две различные точки зрения на это. Первая точка зрения Морозова, поддерживаем Валянскими колюжными, вторая это Фоменко-Носовского. Фоменко-Носовского говорит, что под видом монголов, так называемых, были замаскированы некое великое русское государство, которое царило над всем миром, безусловно. И когда в результате внутренней смуты она распалась и была оккупирована по сути западноевропейцами, западноевропейцы, то есть последние следы. Фальсифицировали документы, изменяли историю. В основном это происходило в течение 18 века. Для того, чтобы нам сказать, что никакого государства монголов или татаро-монголов никогда нигде не существовало. Русские всегда были независимы, всегда были самостоятельны. И более того, у них существовало мощнейшее государство, которое царило над всем миром. Вот такая точка зрения. Вторая точка зрения, это с точки зрения Морозова, поддержанного варянским колюженом. Она состоит, что золотая рда, это золотой орден, что это нашествие западных стран, то есть крестоносцев. И оккупация Руси, это просто оккупирование ее, вот это так называемая монгольская ига, это оккупирование ее западноевропейцами. Можно? Да. Понятно, что если, допустим, официальная точка зрения как бы на что-то опирается, там, с точки зрения как бы Фоменко-Насовска тоже на что-то опирается, то эта точка зрения последней опирается на пустоту. Ну, это, наверное, кое-что, у них здесь тоже какие-то соображения, о которых говорить я сегодня не буду. Они действительно находят в Карпатах золотой орден, они действительно находят татар, они находят литовских татар, они видят этих татар, служащих даже в целых дивизиях в польском государстве накануне военной с Германией, то есть аж в двадцатом веке в середине и так далее. И они пытаются, кроме того, тоже работают с хронологией, и обнаруживают, ну, и много чего, много чего обнаруживают. Вот такая, вот эта золотая окна. Там, если близкая к ней точка зрения, она состоит, что на самом деле под татаро-монголами можно принимать войска Никейской империи, когда после того, как латиняне захватили Константинополь и превратили его в столицу латинского царства, то тогда Никейская Византия, оттесненная чуть дальше в Азию, то есть со столицей Никея, собрала войска и нанесла решающее поражение латинянам и так далее, и так далее, и так далее. Это еще одна точка зрения. И, наконец, чрезвычайно никакая не популярная точка зрения, которая грозит следующее, что были действительно какие-то татаро-монголы, которые действительно напали на Русь, и у нас там была ига. После этого эта точка зрения настолько стала неинтересна всем окружающим, что про нее начали уже забывать. Тем не менее, именно эта точка зрения доминировала в нашей истории длительное время. То есть, начиная с работы Швейцера, Миллера и Байера с XVIII века и кончая буквально по сегодняшние дни. И только сейчас она почему-то про нее позабыла. Это очень неоригинально говорить, что татарское нашествие на Русь было действительно татарским нашествием. Что действительно это были именно татары. Вы будете смеяться, но пытаясь изучать генетические таблицы, я хочу сказать следующее, что действительно татаро-монгольское нашествие было на Русь, и оно было действительно татарским. То есть, ни в коем случае не монгольским, в смысле современных монголов, а именно татарским. Как доказать, что оно было не монгольским? Берем для монголов их гаплогруппу О доминирующую. Если они действительно управляли татарами всякими, то тогда мы должны среди татар найти эту самую гаплогруппу О. Мы этого не находим. Если действительно монголы заплатили Русь, мы должны на русских найти где-то, хотя бы следы этой гаплогруппы О. Мы этого не находим. Более того, когда мы начинаем изучать, собственно, монголов, мы видим у них большое наличие тюркских и финно-угорских гаплогрупп. Я могу сказать, что там у нас находится где-то, я себе это выписал. Значит, N1C, она 5% населения монголов их страдает. Там есть и племена, которые возводятся непосредственно к тюркам и говорят на тюркских языках. Вот это подобного рода вещь. То есть скорее монголы были не завоевателями, а монголы были терпелыми. То есть их кто-то завоевал. Кто же их завоевал? Кто же такие на самом деле татары? Те самые. И я утверждаю, как и поизвущей всевозможные таблицы, что татары, вы будете смеяться, те древние татары, это были почти наши современные татары. Почти. То есть, ну, разумеется, за это время они как-то там генетически были сделаны. И в основе их, в качестве определяющих маркеров, идут не азиатские гены, а финно-угорские. То есть, по сути, значит, татарское нашествие на Русь – это иго. Это была финно-угорская иго. Вот это такие странные. Кто же это такие финно-угоры? Чтобы мы понимали, что это за народы такие. Ну, ясно, что это странно звучит, что Русь захватили эстонцы, финны, русские поморы, жители Вологодской губернии, татары по Волжье, марийцы, удмурды и всякое прочее. Но это именно так оно и обстоит. То есть, получается, что у нас среди финно-угоров мы можем различить 2 линии, то есть, 2 ареля. Один определяется большим наличием восточной гаплогруппы Н1-Б, второй определяется наличием западной гаплогруппы 1-С. Значит, Н1-Б – это у нас кто? Это Удмуты, их там достаточно много. Это татары, их тоже там достаточно много, 0,21. Н1-С в крае современных татар 0,13. То есть, 13% и 21%, соответственно. Для примера я могу сказать, что у русских в крае, у современных русских, значит, Н1-Б, то есть вот этой штуки, которая Харта-Мансийская, которая западно-восточная, восточно-финно-угорская, она у нас получается, значит, всего 1%. В то время как 1-С – 0,16. 16%. У нас есть регионы северные, где проценты Т1-С в финно-угорской находится в населении 35%, до 35%. Я почти убежден, что если сделать эти антические анализы, которые будут в моей собственной крови, то у меня будет не русская каплогруппа, не вот эта, не деминирующая, R1-A, а N1-C именно. Почему? Потому что все мои прятки по отцовской линии, они помогут. Вот там они и жили по северам. Вот. И если мы от этого, от русских, приходим сразу же непосредственно к белорусам или украинцам, мы видим, что N1-B у них совершенно не распространен. N1-C у них составляет порядка у белорусов 8% и у украинцев 7%. Рядом находятся литовцы, у которых это N1-C содержит 40%. То есть они очень этнически поднародный народ. Рядом в Чехии 1% и так далее. Так извините, можно вопрос? Да. Значит, N1-B это восточная, да? Да, это восточная, N1-C это западная. А N1-B у кого, и у кого ее много? У каких народов? Ни у кого, особенно немного. Больше всего, конечно, его от АТА, его современных 0,21. Но также у Хантов, Манси и всяких. Но поскольку у Хантов? Здесь мне не выписано. Можно посмотреть? Может не больше, чем у русских? Не-не-не, больше ты чего. Н1-B у русских 1%. Практически у кого угодно больше. А N1-C? А N1-C у русских в среднем 16%. Это западная Федноковская. У Дмурты, например, у них N1-B 0,29, N1-C 0,48. Чего говоря, очень удивительно. У них R1-A, хотя они давно живут в составе Российской империи, очень велик. По-прежнему они очень эти штуки. То есть, например, современные Татары размазаны гораздо больше, чем у Дмурты. Значит, какова теперь теория, на которой я на основании генетических таблиц я ее делаю. Вот существовала R1-A. Вот это такая исконно русская эта штука. Скорее всего, мое предположение, либо она находилась где-то, ее источник распространения где-то в районе современной Белоруссии, либо где-то в излучине между Доном и Волгой. Вот где-то так. И она двумя путями распространилась по миру. Первое, это прошло через Среднюю Азию в Индию. И там содержатели этой габлогруппы R1-A являются определяющими их социальной иерархией. Чем ее больше, да, у касты, я напомню это, тем ее положение выше. Там у некоторых Брахманина, да, Брахманина они называются, то есть выше индийской касты на востоке, ее содержание доходит до 70%. А второй путь, по какому она распространилась? Она распространялась по пути на запад. Здесь нас столкнул с обладателем габлогруппы R1-A, которую называют Балканы Скандинавские. А почему? Потому что на Балканы больше всего и на Скандинавии. Судя по всему, они были жителями степей, и им было совершенно неинтересно, скажем, далекий север, то есть та же Швеция, и горы Балканские. Герцоговинцев, вот эта Аль, та самая, которая изначальная, она достигает там 80%. И там начали возникать подобные гибриды типа славянцев. Славянцы это что? Это пополам Аль и пополам Р1-A. То есть ровно примерно пополам. Р1-A больше. Лужича, они всевозможные. Они все, которые находятся в Центральной Европе, чехи, поляки, они все обладатели Р1-A в большом пропорции. Тут же у них есть и А. А и вот эта самая группа Балкана Скандинавская. Вот это таков путь. Таков путь ее вроде бы распространения. Что это было? Было это завоевание или как это было? Игорь, можно еще вопрос? А у Ханты, Манси, Удмуртов и прочих? У них как бы Р1-A, Р1-A-1 для них? Очень маленькие. Особенно у Дмуртов. У Дмуртов там в районе 8%. А у Ханты, Манси? У Ханты, Манси тоже как-то. Ну, не знаю. Надо бы заглянуть. Тоже немного. Тоже немного. А если вы возьмете, например, этот народ, как Маньчжуров, то мы у них с интересом увидим N1C, N1B в составе крови. То есть, где у нас там Маньчжуров? У нас Маньчжуров N1B у них 6%, а N1C – 3% у Маньчжуров. Помните, я всегда говорил… Кстати, в сравнении с китайцами у китайцев другие? Да, у китайцев свои собственные группы ООО, например, в частности. То есть, в Маньчжуров это совершенно другое… Нет, в Маньчжуров они близкие к китайцам по составу, но Маньчжуров получаются с большой примесью финно-угольской крови. Знаешь, на мой взгляд, я, может быть, не до конца дослушал, вообще вся эта картина генетического распределения, она, скорее, говорит о том, что внутри как раз современной России, да, в современной России, как сказать, ну, я не знаю, там, начиная с Псковской, там, Новгородской области и кончая там Уральскими горами даже, может, там, за Уралом, не было в буквальном смысле вообще никакого заявания кого-то одного другими. То есть, было, понимаешь, дело в том, что когда можно говорить о передаче, о массовой передаче генетического материала. Это когда вот идет не просто завоевание, а когда, так сказать, завоеватели оседают, частично, по крайней мере, на завоеванных землях. Вот тогда массовая передача генетического материала идет. А если идет процесс, скажем, политического объединения государства, пусть там военным путем, то здесь нет такого, тут для такого процесса не характерна передача генетического материала. Тут, словно говоря, пришли, там, одно, так сказать, одно княжество решило, там, покорить другие, они пришли, там, так сказать, им кто-то покорился добровольно, кого-то, там, принудили, сейчас это говорю, кого-то принудили силой, так сказать, им же там, их, извиняюсь за рождение, не оплодотворяют тут же, так сказать, после победы, да? У них, так сказать, им просто там, у них сменились начальники, там, они стали платить, да? У них там изменилась немножко политическая структура, и все. Тогда у тебя происходит взаимопланикновение, понимаешь? Да. А мы этого не наблюдаем. Почему? Ну, потому что у тех же удмуртов, несмотря на то, что они были в составе Российской империи, у них взаимопланикновение очень маленькое. У тех же самых татар взаимопланикновение русского материала, это у нас, татары, представляете? Мы с татарами живем в одной империи, тоже очень маленькой. Значит, ты скажешь, что у татар Р1А, Р1А? В район 10%, да. Но это небольшое проникновение. Это небольшое проникновение. Но вы вспомните, что я в прошлый раз говорил, когда мы первый раз пытались это обсуждать, что я говорил, что не происходит при завоевании массовой передачи, как вы теперь начали выражаться генетического материала. Ничего, смотрим. Никакого насилия не происходит. Смотрим, значит, финнов. Ну, посмотрите, финны, сколько лет жили в антироссийской империи? Долго жили. Какое у них проникновение российского вот этого Р1А? У него сколько? 5% всего. Ну, так правильно. Ну, так правильно. Это все... Проникновение не происходит. Почему? Проникновение происходит, вот как раз при взаимопроникновении народов, взаимные браки там, это как раз вот передача, она не такая значительная получается, а значительная передача, когда я говорил, это когда идет массовое завоевание, и завоеватели оседают из военных землях. Вот как это было при османском завоевании? Вот тогда значительная передача должна быть. Ну, хорошо. Еще раз говорю, у вас изначально неправильная... И где у нас при османском завоевании значительная передача? Никто никого никогда не носил. В чем здесь насилие? Ну, потому что передача материалов у вас понимается... Где у нас после... А я уже сказал, всегда завоеватели завоеватели... Где у нас после османского завоевания у нас значительная передача? Там нету значительной передачи. Турки смотрим, 3%, Н1Б, турки Н1С, 2%. А с чего ты взял, что их завоевали... Турцию современно завоевали те, кто носители этих говно-групов? А кто их тогда еще завоевал? Они у себя вместе там сидели? У турков. У них, в основном, генетический портрет типичен для окружающих племен. То есть, их собственное, там же, по-моему, да? Их, там, эти, кавказские гоплогруппы. Он типичен. Но вдруг у них почему-то, у турков, у них откуда... Там берутся финно-угорские капли крови, по 3,2%. Откуда взялись там финно-угорские эти гоплогруппы? Ну и что? То есть, просто османское войско содержало, так сказать, оно было разношерстным по национальному составу. Если оно было разношерстным, если они шли в составе, скажем, русской армии, ты должен там иметь примерно те же самые попросы, что у современных русских и белорусов по отношению к 1А. Не совсем. Почему? Дело в том, что завоеванные земли были, возможно, разделены между представителями различных племен. Одним представителям одних гоплогрупп достались, одна земля, носителям других другая. Вывод, что носителям финно-угорских гоплогрупп достался Стамбул. Стас, как ты любишь отход гипотезы? Вот ты в уме какой-то держишь, а что бы ты ни стало, должно быть что-то, что тебе нравится. А то, что тебе... Ну как? Подожди, мы пытаемся сейчас выяснить вообще вопрос. Вопрос надо выяснить сейчас методологически. Что означает один народ завоевывает другую? Что при этом происходит? Происходит ли при этом передача, как вы говорите, генетического материала? Конечно, происходит. Вот это и надо выяснить. А почему нет? Потому что иногда я подозреваю, что завоевание осуществляется без передач. Иногда войска ассимилируется, иногда не ассимилируется. Я думаю, очень много разницы. Еще другая. Вот у нас, например, по Северному Кавказу. Вот мы живем с осетинами, да, вместе в одном государстве, достаточно давно. И действительно, мы у них на уровне осетинов находим большой процент, там, порядка 20% Р1А, да, Р1А1. Большой процент. Но если они ассимилировались современными русскими, то у них мы должны нам присущую еще финно-угорскую гоплогруппу найти. Мы ее не находим. Изо всеми. Но если вы посмотрите, что такое культурная традиция народа, да, что народы не любят смешиваться. Особенно авгазские народы, они не любят смешиваться. Тем не менее, осетины с Р1А смешались, а с финно-угорами, нет. Если бы они смешались с русскими, то вместе с русскими к ним обязательно попала финно-угорская гоплогруппа. Но они смешались только с Р1А. Никакой финно-угорской гоплогруппы нет. Вместе с тем в Стамбуле мы находим следы именно в Стамбуле финно-угорской гоплогруппы. Но русской почти не находим. У татар есть современных татар финно-угорских гоплогруппы? В первую очередь татары определялись. Я согласен, что скорее всего Стамбул завоевывали те, кого потом назвали татарами. Да. Я тоже так говорю. И в прошлый раз я это говорил. Примерно так. Получается, что этот же самый народ например, Кавказ попросту даже не затронул. Например, этот же самый народ совершенно не затронул казалось бы такое финно-угорское племя как венгер. В крови венгеров современных нету финно-угорских гоплогрупп. Ну почти. Ну там очень мало их находится. Их нету. В крови чехов современных нету финно-угорских гоплогрупп. Их очень мало у поляков всего 0,4, а у русских 0,16. Вот таков примерно расклад. У украинцев и белорусов в два раза меньше в крови, чем собственно у финно-угорских гоплогрупп. Ее нету у сербов, ее нету у хорватов финно-угорских гоплогрупп. Вообще. Везде там ее нету. Нигде. А есть она вот как бы только что. Часто говорят, что русские это не славяне. В этом есть определенный родосмысл. Если понимать по славянам ее как смесь Ай, то есть балканно-скандинавская, и Р1А, то тогда русские действительно, у них аномально высокое в крови содержание 0,16, то есть 16 процентов финно-угорских гоплогрупп. Н1С. А по себе у нас на 35 процентов доходит у тех же самых поморов и у кого-либо еще. То есть вот таков примерно расклад. то есть что у нас кажется. Ну теперь надо посмотреть, где они жили в основном. Какие территориальные этих самых татаров, финнов, финнов, угров, были. у нас построено мнение, что Владимир Асуздальская Русь это было русское государство. Русские там жили. Однако, если мы будем копаться в археологии, во всем прочем, выясняется, что не так. Я напомню, что в городе, в славном городе Тутаеве, а ныне сейчас в городе, ну, бывшем, точнее, Роман Альберсагребский, да, в городе, считалось местом компактного проживания татар. И они были искусственно перекрещены, то есть в православии, а часть выселена, так называемую черную свободу, где исламы сохранили, аж еще в конце XVIII века. То есть до этого все окрасности Ярославля считались татарскими. Вот есть замечательный народ считают, что они исчезнувшим в мире, так называемую. Где они проживали? Жили они в окрестнице озера Неап и озеро Плечеево озеро. Где-то считают, что они исчезли в средневековье в мире. Говорили на каком-то на амирянском языке, то есть на финно-угорском языке. Не Плечеево, а Ростов, конечно, в районе Ростова. Ну, в районе озера Неап – куда они там исчезли? Откуда куда они делись? В кого они превратились? И мы, если смотрим вот эту Ярославль со всеми ее окрестностями, мы видим, что это зона преимущественного проживания даже по археологии современной финно-угорских племен. Финно-угорских племен, кажется. То есть тот самый Ярославль, еще аж до этого. То есть придумывается, в Вологде, например, есть речка Золотой Ординка, народ ее объясняет таким образом, что типа Иван Грозный заплатил Казань и переселил туда татар, то есть тех тогдашних. То есть их называли Золотой Ордой, а типа они ее прокопали, они там все строили. Это тоже странно. И что за странное стремление опять-таки русских царей, которых мы знаем, туда населят? Почему как казну Кирилла и Белозерска? Почему столицу Иван Грозный пытался основать в Вологде? Что это там такое? Это тоже и это из археологии всех этих вещей, и даже сейчас там большой процент финно-угорской крови. То есть это финно-угорские племена, типа Коми, Коми-Зырян, Корма-Пирняков, те же современных поморов. Поморы, они приняли русский язык и считаются они русскими, но по сути они не очень сильно отличаются от современных финнов по своему генетическому материалу. Как и там всякие такие вещи. Мы видим вот эту очень странную странную вещь. Поэтому можно высказать следующую гипотезу, что Владимира Суздальская Русь, она на самом деле была татарским или финно-угорским государством. по сути. То есть обладатели гипотезу, которые доминируют на современных русских, Р1А и Р1А1, они скорее всего жили южнее. Что там произошло это непонятно, но был нанесен определенного рода удар, таким образом, что она стала доминировать, ну ее большой процент оказался в крови у собственного русских и создали то, что называется русским этносом. какой ее язык был непонятным, он наверное был какой-то из финно-угорских, а может быть просто тюркский. Непонятно тоже какой. У Валяновского Калюжного приводится замечательная таблица русских имен по Владимиру Суздальской гуси, кем-то не имя составленные. Там нету ни Андреев типа Андрея Боголюбского, ни Петров, ни Васильев, ни Иванов, никого из них нет. А там приводится порядка ста древнерусских имен взятых из переписи. Единственное имя, знакомое мне, современное, древнерусское. Это имя Булата. Другого там нету просто. Как бы так получается. Ну, можете к этой таблице отнестись. А ты знаешь, что есть русские народные сказки про Булата? Их очень много. Да. Нет, там их очень много. Откуда всякие эти Андрея Боголюбского не было именем? Тогда дело в том, что были скорее всего имена прозвища и имена, которые давали прикрещение. То есть, видимо, было просто два имени. Ну, быть может. Быть может. Но, однако, мы видим, что то, что принято называть Владимирсульской Руси, было местом скомпактного проживания финно-угорских пленок. В первую очередь, татар, меря и всяких площадок. Опять-таки, ты говоришь о татарах, меря и так далее. Ну, меря ещё, ладно, это считается действительно таким древним архаичным народом. Но, когда говоришь татары, сразу возникает ассоциация с современными татарами. А это уже неправильно. Почему? Ну, потому что это уже немножечко современные татары, это уже как бы другой немного по своему составу. Ну, по-другому, да. У них вот эта русская габлоглупа, то есть вот эта Р1А, процент достаточно высок. Но, по всей видимости, они от тех же самых меря, и от всевозможных финно-углов, ничем не отличаются. Понимаете, да? То есть, смотрите, с точки зрения конспирологии, с точки зрения Фоменко и Носовского, принято Екатерину Великого делать такой страшной, ужасной женщиной, которая взяла и решила в угоду немецкой династии противцировать полностью русскую историю. Нет, нет. Про Екатерину Великую они такого не говорят. Ну, это хорошо. Про Романов. Ну, по Роману. Ну, да. Основной вклад в это делала Екатерина Великого, не согласен? Нет. А кто? Нет. Ну, в основном, все-таки, это было еще при Анне, и частично при Близавете, и даже и более ранние времена, скорее. А что, возможно, они занимались наукой? Нет, они не наукой занимались. Вот есть такой замечательный мультик, Шрек называется, видели, нет? Шрек 1, Шрек 2, Шрек 3. Там состоит в том, что Шрек, этот самый тролль, встречает прекрасную принцессу, которая ему рассказывает, выясняется про страшную сказку, что была, мол, страшная какая-то злая волшебница, которая ее заколдовала. Заколдовала она таким образом, что она, на самом деле, красивая и красная девушка, а по ночам она превращается в страшную родину, то есть тоже в тролль. И все думают, о, как ее спасти, и как ее сделать. А потом в ходе дела выясняется, что эта волшебница была не злой волшебницей, а добрая. Родилась просто страшная родина, то есть тролль, по сути. И она наколдовала таким образом, что эта самая девушка днем была в качестве очень красивой девушки, а ночью тролля. То есть очень похоже на то, что Анна, Елизавета и Екатерина и группа немецких товарищей, занимавшихся историей под ее предварительством, сделали нечто подобное. Они, чтобы создать единый народ из скоплений финно-угорских и славян, они попытались сказать, что вина на татарском завоевании Руси лежит на каких-то дальних, никому неизвестных монголах. А вот эти самые, то есть эти самые поморы, татары и всевозможные угры, это такие же потерпевшие, такая же часть русского эллиса. То есть они не преследовали, как тебя, ну вот они не преследовали таких вот вещей, каких-то с негативным смыслом, но вот они пытались создать единый народ из, на самом деле, из двух противоположных крыльев, то есть из финно-угорского и из славянского. То есть вот такова, такова их цель. Поэтому и сами татары превратились, терпелы. Но ведь я хочу обладать внимание, статус финно-угров в Российской империи был другой. Поморы, то есть никогда не знание рабства, то есть они не были никогда крепостными. Они были, у них был статус государственных крестьян. Я так понимаю, что и патологским малым народом нынешним статус был точно такой же. Татары не были крепостными? Или были? По-моему, не были никогда. Удмурты не были, морейцы не были. Они не были крепостными, в отличие от... А у них были государственные крестьяне. Тоже, да. Это государственные крестьяне, как и по-моему. Но это означает, что тут нельзя было продать, нельзя было... Государственные крестьяне. Да, надо было государственные. Да. Это означало, что они были как бы гражданами, то есть были государственными гражданами. Подданными, собственно. Да, подданными. И на этом, кстати, основывается высочайший уровень жизни, который был на Русском Севере. Вот сейчас люди приходят в Малые Карелы и видят дом крестьянного середняка и удивляются, что же он таких размеров-то больших? Если ты возьмешь в Кострому, где гораздо дружнее, там дом крестьянного середняка раз пять шесть раз меньше. Это действительно фундаментальное сооружение и так далее. Считалось, потому что был большой спрос на рабочую силу, поскольку без хозяина они уйти не могли никуда, без своего хозяина. то получается, что на рынке свободного труда только вот эти так называемые государственные крестьяне, они и присутствуют. Поэтому спрос и оплата средственных труда была очень высока. То есть вот такой примерно расклад. То есть та история, которую я пытаюсь изложить, у меня показывается в моей версии такова, что она гораздо ближе к традиционной истории, чем мы думаем, что татаро-монгольская ига существовала. Слово «монголы» по большому счету лишнее, а оно на самом деле было татарское. То есть это финно-угоровские времена. Подожди, а по какому иге речь идет? Ты сам говоришь, что в окрестностях Ярославля, Владимира Судорецкая Русь, места проживания финно-угоров, не знаю, татаро, как их назовели. Собственно, если оттуда завоевание и пошло. Ну вот пошло. Тулики, Южная Россия, Белоруссия нынешняя, Смоленская, Псковская, Новгородские современные губернии. Они как раз были со славянским населением. Афина-Угорская, оно было севернее и восточнее. Кстати, Фомин Коносовский то же самое говорит, что с развиванием Паши из Владимира Судорецкой Руси. Да, но только для него оно русское. Понимаешь, они не разбирают, что такое русский, что такое нерусский. Понимаешь? Ну, по крайней мере, мы видим, что монголы считают, что захватили Китай. Мы находим непосредственные следы этого. Мы не видим вот этой русской Р1А группы. Мы видим только финно-угорскую тюркскую габлогу. Вот именно оно. То есть история, на самом деле, старая история традиционная, она оказывается ближе к правде, ближе, чем мы сейчас думаем. Есть, например, феномен венгерского народа. Понимаете, в чем он состоит? Он состоит, что посередине Европы какой-то народ говорит на финно-угорском языке, на венгерском. Поэтому в своей крови он чем отличается от окрестных Чехов. Как такое произошло? Я посмотрел в Википедию статью и говорят, что в свое время, когда производились эти работы по лингвистике, венгерская интеллигенция это очень сопротивлялась. Потому что, пишет Википедия, они полагали, что их язык произошел от тюркского языка. Каким образом на центре Европы появилось целое государство или народ, говорящий на финно-угорском языке? Как там произошло? И после уже только немецкого завоевания финно-угорский язык, то есть тюры какие-то всевозможные, они начали вытесняться. Настолько, что на сегодняшний день, в общем-то, народы севера Руси с подавляющим финно-угорским осенением, типа поморов, они говорят по-русски, ни на каком другом языке не говорят. Говорят хорошо, хотя с сильным акцентом, которым я не обладаю, многие говорят, это совершенно общий типаж внешний, они различаются сильно. Там скорее акцент, акцентуация на каких-то там, на О, там, ну что? Да, да, да. Так же и по Балагонщину. Это вот население распродавляющей финно-угорским, это территория распродавляющая финно-угорский население. То есть мы видим, на самом деле, что теория татарского ига имеет право на существование, то есть она имеет определенного народа оправдание в его генетических картинках, то есть в этих самых вещах. Что очень похоже, что, больше всего знаете, что меня вызывает здесь сомнения большие? Ну потому что кто такие татары современные? Ну чмошники, да? Чмошники? Чмошники. Это чмошники, молодые тоже чмошники. Кто у них знает? Где они там существуют себе? Ну где-то существуют как-то так. Они особо себя, они не являются историческим народом, они никак себя не проявляют. Кстати, ты в прошлый раз говорил, что это не народ, собрать? Да, современные татары, разумеется. Современные татары, да. Доминирующие, и поэтому, когда я говорю о татарах, надо понимать, что некие пра-татары, это, разумеется, финно-угорское племя. Почему, кстати, она говорит на тюркском языке? Это тоже очень интересно. Как так получилось, что они говорят на тюркском языке? Притом ясно, что это именно они, потому что, опять-таки, только у турок есть тюркский язык в распоряжении на всем Востоке там. Больше никого нет, только они. То есть, явно, что они куда-то. Что, как произошло? Почему вот эти разорзенные крохотные племена обладали такой боевой мощью, что дошли до середины Европы, пытались взять штурмом, это же официальная история, Вену, но не смогли. Как вот это получилось? Население их маленькое. Что с ними произошло? Ну, одно из распространенных, которое существует у Фоменко и Носовского, оно состоит, что в окрестностях Ярославля упал здоровенный метеорит. Он был у Никилиева, Марганцева и так далее. Ну, похоже, что упал. С него начали делать оружие, в частности, Булат. И это оружие доминировало над всеми остальными видами оружия до того времени. И они получили непревзойденную боевую мощь. Кстати, все имена связаны с железом вокруг этого самого падения этого метеорита. Это я уже на форуме прочитал. И все они не тюркские. Называние этих поселков. Они все связаны с железом, и все они не тюркские. Подожди, а что ты говоришь по поводу этого метеорита? Я хочу объяснить, каким образом финно-угорские племена, малочисленные, существовавшие на крае Европы, в основном на севере, условия жизни были не самые лучшие, поэтому было мало. Почему они обладели такой силой вдруг внезапно и мощью, что даже в гейце Турков-Сельджуков так называемых, что умовали Вену? Только не Турки-Сельджуков, а Турки-Османы. Турки-Османы, хорошо. Хорошо, Турки-Османы. Ну какая разница? Нет, кстати, если ты излагаешь с точки зрения Хоменко-Насовского, то это не совсем правильно, потому что с этой точки зрения первая волна завоевания это 14 век, а Миттерик упал в 15-м. Ну, если первая волна завоевания, то не знаю, может быть это и не так. Не знаю. Ну, ясно, по анализу генетики, мне кажется, что вначале получила распространение боевого ДР-1А, от него много кто пострадал. В первую очередь вот эта Балканско-Геновская Габла-Гупра, которая жила с севера его упрано, а сам юг по всему центру проходил. Когда Великий Пересильный народ как много времени относится? Может, к этому и относится? Ну, я не очень в него верю. Допустим, с Востока наступали татары, а бросили тех, кто жил западнее, еще западнее и так далее? Может быть, может быть. История Венга так примерно объясняется, считается, что они пришли туда вместе с бурными. Это первая версия. А вторая версия может состоять в том, что, как бывает среди кочевников, татары напали, покорили народа, а народы потом присоединились к общей тусовке. Почему нет? Не знаю. Самое главное... Почему татары не могли объединить? Очень неправильно думать на самом деле. Я не вижу по никаких оснований думать, что финно-уговские племена были племенами кочевников. Они не были племенами кочевников. А просто охотники были кто-нибудь? Да нет. Вообще полноценный народ, чувак. Полностью не охотники, не какие-нибудь там недолюди. Обычно занимались... Семьедельцами. Семьедельцами. Везде по Сибири считаются за тюрками. Имена считаются железнодеятельным народом. То есть, они именно там делают железо и... Делают железо, точнее, из него. И выплавляли оружие и всевозможные остальные вещи. Именно тюрки. То есть, тюрки были тимярицы? Ну, то есть, тюрки... Я не знаю, как тюрки... Финно-угры. И потом слово тюрки, опять-таки, это... Я думаю, что понятие тюрки... Я считаю, тоже неправильно. Возникло, так сказать, уже... Не то чтобы... Это скорее как бы связано с исламом уже. Да, я тоже считаю. Изначально финно-угры. Финно-угры. Вот они этим делают. То есть, судя по всему, существовали полноценные города. Типа того же Ярославля, или кого-либо там еще, или там Казань, или какого-то других городов. Казань, я думаю, что позже, да? Ну, вот она... Они существовали полноценные города. Волжская Булгария с его... Мутарканью, да, у него там столица? Какая Мутарканья? Волжская Булгария, это как раз Казань есть столица. Ну, хорошо. С мифической какие-то. Вот они по Волге жили. Они занимались точно так же земледели. Они занимались картом. У них были, собственно, большие, сильные города. Но это были финно-угорские всевозможные вещи. Я уже многократно говорил, моя точка зрения, что концепция национального государства, то есть государства одного народа, ну типа немецкого, итальянского, это поздняя концепция. Это 18-19 века. До этого люди жили скорее полисами. Единицей был полис. То есть город. Город, переживающий землю. И вот такая ситуация была. Что с ними случилось? Почему они изверели вдруг внезапно? Почему они пошли на юг и на восток, и даже взяли Стамбула, сожжали Вену? Это непонятно. Может быть, действительно, как-то такая пассионарность. Потому что современные татары, вы посмотрите на них, или на современные угорские племена, морейцы, удмурточки. Если кто-то думает, что они походы на немцев и на хамтов, то это не так. Это тоненькие высокие блогиночки с серыми глазами. Это вот такие. Ну, как вот эти поморочки. Я думаю, что кто-то отчаянием вдруг озверет. Кто не озверевал это? Процесс завоевания всегда есть процесс расширения государства. Возник у государства. Но, тем не менее. Но про них же сейчас не скажешь, что это уровень по Гумилёву. Пассионарности у этих народов на сегодняшний день очень низок. Никто из них не является историческим народом. Ни татары, ни удмурты. По-моему, просто себя считают обычными русскими стопроцентными. Никак себя от русских не отличают. Вот по генетике. Это не так. По генетике они отличаются достаточно сильно, сколько. Финно-Угоска отличается гоплоглупа от славянской. Опять же, вот как бы к методологии, возвращаясь до вопросов по поводу завоевания. Не происходит ли так, на самом деле, что при завоеваниях никакой генетический, ну как правило, может быть, в каких-то случаях и передаётся, но как правило, не передаётся? Потому что войско возвращается обычно к себе домой и обратно, да? Потому что везёт, если даже она захватывает территорию, то облагает либо её данью. Да, но проживание хорошо. Проживание не грабит или вот что-то. В одном государстве. Считается, что Игорь Натанская два века была на пути. Может быть, фактически и не происходит никакого скрещивания никогда. Может быть, ну, кроме, за исключением каких-то отдельных специфических случаев, типа вот Стамбул, скажем, да? Потому что там просто такое место, просто, в общем-то, это стратегически важно. И там, наверное, было важно оставить гарнизон и прочее. Угу. При захвате. А, скорее всего, может быть, всякий раз при завоевании речь идёт всё-таки о том, что происходит грабёж территории. Не заселение, а именно грабёж. Тем более, если, согласно твоей теории, если финографов было мало, то уж им сам Бог велел вернуться обратно к себе на родину. Если бы их было не из-за избытков, знаешь, он как бы объясняет, что в семье рождаются-рождаются дети, это постоянный достаток, и детям надо, как бы, новой территорией. И поэтому некоторый род, как бы, расширяет свои границы. Просто, в буквальном смысле, за счёт постоянной плода и инвестирования. А если феноболь, как ты говоришь, жили на севере, и количества их было мало, то им и территории не нужно обратно. Как бы сказал, что их было мало? Ну, Игорь говорит, что... Ну, я считаю, что их действительно мало. Но ведь они жили по Волге, скажем, где они сейчас живут, да? То есть, все возможные молитвы, там, Удмурты и татары, по Волге живут. Может быть, их настолько мало было? Я просто к тому говорю, что сначала надо разработать, что такое методология завоевания изначально. Что при этом изменяется, что происходит. Потом разработать методологию того, что такое, в принципе, народ-род. Что такое государство, как образуется государство, как народ и соединяется в единство. То есть, понять, что такое язык, что такое религия. Объединяющиеся структуры, язык, религия, общая территория, общая культура. То есть, это, на самом деле, требует не какого-то отдельного разговора, в котором частности именно гены превалируют, а требует систематического подхода ко всему. То есть, надо многие аспекты одновременно смотреть. Да, вот это очень интересно, например, с языками сравнить. Ну, по большому счету, люди, которые являются фенограммами в значительной части, они сейчас говорят на странских языках, то есть, в частности, на русском. Санскрит – разновидность русского языка, по сути. Ну, мы тоже это видим. Значит, R1a туда двигалась. Так же, скорее, балканские народы, они тоже говорят на странских языках. А на каком языке они говорили изначально? Какой язык соответствует группе Ай? Непонятно. Откуда в Венгрии, в общем-то, люди, не имеющие финно-угорских корней своей крови, говорят на финно-угорском языке? Это как-то так получилось? Почему среди финно-угров татары выглядят белым плетном и говорят по-тюркски? Все каст-кругом, их близкие родственники и говорят на финно-угорских языках и самодийских всевозможных. Как так получилось? Почему татары здесь вот такой белый плетный? Ну, а тебе не странно, что мусульманство распространилось как-то по берегам Волги, а вокруг кругом одни крестьяне? Куском, да. А все остальные угнутые всякие прочь, они православные. Это тоже странно. Они православные. То есть, это все требует именно систематического такого, системного вопроса? Да. Поэтому, посмотреть по языкам, я просто не очень верю в современную сравнительную лингвистику. По современным языкам тоже было на эту ситуацию посмотреть, как шли языки. Попытаться их с эмиссией и распространением генов тоже сопоставить вот эти два фактора. Думаю, что можно было бы открыть много чего интересного. Могу сказать, что турецкий язык и татарский очень близкие. Да. Но в окрестностях только турки там говорят на тюркском языке. Больше никто. Все остальные вот здесь у нас. Волга и Средняя Азия. Вот они, тюркские языки. А еще плюс турки там. Как их там занесло? Ну, занесло как-то. А может, все-таки существует такое различие, что существуют те, кто говорят на финно-угорских языках, те, кто говорят на тюркских языках и те, кто говорят на славянских языках. Может быть, все-таки объединение людей было именно... Они же не знали своих генов, да? Не по-генному как-то там. Как человек определял, брат он или нет. Если он одной культуры, одного языка, одной местности, славян. Да. Одной религии. Даже если они, на самом деле, генетически совершенно раздалит. Это так. Просто интересно, почему поморы стали говорить на славянских языках? Вот, например, с армейной мурт, они все двуязычные, по сути. Ну, безусловно. То есть, одинаково родным является и русский, и морский. То есть, финно-угорский язык. Для коми, ну, для подавляющей нынешних коми, русский язык является все-таки родным. Они язык коми. Они, в основном, не знают. Это вот так далее. Почему-то он уникли с него. При этом рядом находящиеся татами каким-то образом ухитрились русский язык свой сохранить. Или наоборот. Может, они тоже у кого-то его позаимствовали. Могу тебе сказать, что язык, конечно, сам народ не меняет в своей языке. Это как-то даже странно звучит. Почему? Я считаю, что меняют. Что из один-два поколения народ может сменить язык. Дело в том, что как бы эта идентичность человека, она прежде всего языковая. Мы определяем в себе язык, исходя из того, на каком языке вы не говорите. Нет. Я считаю, что даже могут быть искусственные языки. Не может человек поменять язык, и это произойти для него естественно. Это естественно произойти для него не может. Да. Но для его внуков это будет уже естественно. Он поменяет язык, а его внуки будут считать, что они себя на него говорят. Но это просто в языковом смысле означало бы завоевание. Что люди бы это и сменили свой язык полностью ассимилировали. Да. Это вот, например, происходит с современными русскими языками. Ну вот, например, не то, что сменили язык, но, допустим, Чехи, те же самые, как бы, после того, как они попали в состав Австро-Венгерской империи, там очень многое, там засилие немецкого языка было очень сильным. А как у русского языка в СССР не было засилие? Точно так же было засилие, Чехи. Ну, опять же, засилие немецкого было сильным, но что из этого? Но это естественно не сменили язык, конечно. Они язык не сменили, да. Это естественность, на самом деле, того, что какая-то преобладающая титульная нация, она на самом деле хочет того или не хочет, она навязывает свой язык всем другим. Самое скучное, что считается, что итальянский язык, по сути, на нем начали говорить итальянцы с начала двадцатого века, по сути. Большое количество других языков. До сих пор люди севера, юга и германии другого не понимают. То есть немецкий язык, литературный немецкий язык не является для немцев общепринятым. Они говорят на различного, сильно отличающего между собой диалекта. Ну и у французов там тоже мороженые живут. Да, я не знаю, как у французов состоит. Вот такова ситуация. Очень многие русские, приехав в Израиль, их дети уже говорят, я не хочу быть русскими, я хочу говорить только на Европе. Да они говорят уже про скринные релинтюжи. Так что твои спекуляции генетические, они боюсь, что так и остаются спекуляции. Особенно когда ты первый раз так в отдел, там уж было совсем, как бы такая, знаешь, как это называется? Авантюра. Не авантюра, а как это называется? Ну слишком простая теория, понимаешь, там прискакали, там... Да, все присиловали. Делали, то есть сделали. Ну, у вас и говорят, все говорят, тут насильники собрались, кроме одного. Вот это, к примеру, вам тебя. Не, ну науки тут, конечно, нет. Тут наложение стольких слоев, от метеоритов до экономики, политики, религий и там... Ну, с метеоритом мы просто пытаемся постараться понять, что это финно-укры сетели себе, там, мороженку собирали по северам. Ну, да нет, там, метеорит тут немножко... Да, и ничего, ничего, ничего. И как-то это с завоеваниями там связано, не знаю. Негры Америку никогда не завоевывали, а пойти к плану группы там считать и делать вывод, что вот из Африки там двинулось войско. Это так, но по-прежнему, если ты будешь их спрашивать про каких-то этих вещей, до сих пор, например, и европейцы, то есть в США, они, по крайней мере, очень плохо смешиваются с негром. Плохо смешиваются. Ну, не знаю, взять Абаму, кровь у него... Ну, это специально правильно. Разложить... Не суть важна. У него же мама была, по сути, из Ващенко, и потом она, по-моему, вышла замуж второй раз уже за корейцем. Потом половина Америки Абама падает. Что касается метеорита, там действительно такая интересная история. У меня нет интерпретации даже ее есть. Ну, факт просто состоит в том, что люди не так легко сходятся, как кажется. Да, и люди все равно держатся свои нации, держатся свои культуры, своего языка, свои религии и так далее. Не происходит так, на самом деле, что завоеватели, вот там, бросаются на первую встречу с женщинами, потому что для них, возможно, это уже не женщины, а просто звери. Понимаешь? Это ерунда, конечно. Тем более, что по средневековым понятиям, допустим, люди часто, да и город после завоевания просто отдавали на разграбление, и там творится мама не горюй. И на изнасилование. Я еще раз говорю. И на изнасилование. Это представление современного времени. На самом деле, я говорю, существует понятие чистоты, понимаешь? И не будет, ну вот я тебе объясню, не будет для человека... Для профессионального воина существует понятие чистоты. О чем ты говоришь? Для дикого средневекового воина, профессионального, ты о чем говоришь? Какая чистота? Я имею в виду, что не ввязаться со всякого рода грязью, там, со всякого рода грязью. Почему обезьяны? Они такие же люди. Ну а откуда? Это ты сейчас знаешь, что они такие же люди. А для них они обезьяны. Кто тебе сказал? Ну а как раб? Это возможно, по-моему? Рабство возможно потому, что другие не люди, понимаешь? Не, не правда. Ну как это? Так оно и есть голубая кровь, люди, а есть варвары, они не люди. Не правда. Рабство не так. И у нас на Руси было рабство, и никого не считали рабов, так сказать, за ними. Ну, сейчас-то и говорят, что на Руси рабства не было. А настоящий раб, значит, это раб не человек. А было оно, настоящий рабство? Ну вот, считается, что в антически в Египте было. Настоящий брат, значит, раб не человек. Совсем как бы не рассмотрен вопрос устойчивости смесей вот этих. Ну, допустим, где-то пересекаются, там, четыре, пять и так далее вот этих гапломолекул. Да, там что-то образуется, но выживаемость вот этих смесей, популяции, она опять как-то раз и может в осадок попадать. И сегодня они регистрируются. Может быть. Ну, это химия такая, что в одну кастрюлю наливаются, там, оконцовка зеленая. Что их смесь становится по какой-то причине не жизнеспособной. Ну, кто его знает? Ну, интересного много, но науке однозначных выводов каких-то, ну, можно, да, там, что-то искать. Да, и опять же, вопрос о названиях, да? То есть, одни названия татары, которые вы там в летописях уйдете, присутствуют другие названия татары, которые сейчас мы знаем, да? Да. И прочее. И прочее. И причем в разных летописях русских, а татарами названы одни, там, летописи каких-нибудь, там, венгерских, другие, там, и прочее, и прочее. И они сопоставят всех этих, якобы названных одинаково людей, да? Кто они такие были? Так вот, у меня и получается, что удается сопоставить. У тебя получается, удается сопоставить, но... Что казахская татария и китайская татария. Ну, действительно, татария, в том смысле, что финно-уговские. Казаки тоже татарами были? Ну, казахская. Казак, казахстан. Я понимаю, так просто... Нет, просто известно, что и все казаки всегда были татарами. Это вообще, вот, выражение, казаки всегда были татарами, это фраза не то, что неправильная или правильная, она бессмысленная. Она бессмысленная. Это просто изначально слово казаком, татарское, изначально казаков называли определенного человека. И всегда казаки, они как вольные люди, они были татарами. Вообще так, минуту, что казаки, вообще, если ты знаешь немножко историю, значит, еще в 17 веке казаки были во всех внутренних городах России. Да я согласен, я же не буду говорить сейчас об временах, немного других временах, в временах завоеваниях. И сейчас по туалетам по Москве ходят. И тем более в те времена они были татарами. То есть я бы даже сказал, что инвестия оказались татарами. У тебя изначально существует какая-то вот внутренняя, поэтому я не могу понять. Ты каждый раз аффилируешь, что одно вот, что есть русские, что они великой нацией, они не могли быть... Это в твоем сознании такое. Это в твоем так сознании. То я, что бы тебе ни сказал, тебе все не нравится. Человеки рассказывают, что ты там что-то завоевали, хотя я татарин, мне все равно завоевывали они. А тебе не все равно, тебе все не нравится. Почему мне все не нравится, Влад? Это вот твои... Вот у тебя есть навязчивые... Да мне другой навязчивый степень. Мне все равно, я же объясняю. Мне все равно, кто кого завоевывает. Мне просто все равно. Почему? Я просто смотрю по поводу... Только у меня единственный вопрос остается методологией. Чтобы вот это все правильно уложить и из этой теории какую-то создать, это требуется все-таки многоаспектное рассмотрение. А их не в одном только ключе. Надо много что рассматривать. В том числе и миграцию, и всякого рода это название и самоназвание.